Карта, составленная в 1730 году немецким исследователем Георгом Матиусом Зойтером. Как видно на карте, Азербайджан охватывает Карабах, Зангизур, Дюкчу, Эревань и другие области в Междуречии Аракса и Куры. О чем это говорит? А вот о чем. Во-первых, карта составлена немецким картографом в 1730 году, то есть тогда, когда тюркский полководец Надир Хан еще не был правителем Персии и никак не мог осуществить административную реформу. Во-вторых, Азербайджан указан точно так же, как на приведенной нами выше английской карте 1847 года. То есть, как в 1847 году, так и за сто лет до этого, безо всяких там реформ, Азербайджан охватывал земли Карабаха, Зангизура, Эревани, Дюкчи. А в-третьих, опять нигде нет Армении. Вместо нее на немецкой карте 1730 года изображена область под названием Туркомания. Спросите, почему? Да потому, что Армения указывалась только на тех старинных европейских картах, которые отражали исключительно античный период. А если европейские картографы хотели отобразить политические реалии своего периода, им незачем было указывать на своих картах Армению, не существовавшую в качестве политической единицы аж с 387 года. Точно так же получилось и в нашем случае, немецкий исследователь Георг Камзойтер изобразил политическую схему региона на 1730 год, а тогда, как известно, главенствующую роль здесь играли тюрки, а армяне не представляли собой какой-либо значимой силы. Субтитры создавал DimaTorzok